всем привет друзья ранее в подобном формате записывал новостные выпуски про китай в последнее время как вы заметили их не снимал признаюсь честно было вовсе не до этого сегодня я хочу не совсем поделиться с вами новостями а рассказать вам немножечко про карантины которые захлестнули китай как это было у нас какой карантин вводили у нас в городе как это продолжается сейчас во многих городах и как это собственно будет продолжаться и дальше почему я уверен что это будет продолжаться дальше потому что я не вижу на сегодняшний день какой-либо тенденции на прекращение данной политики такой вот у меня скромное личное мнение поэтому я думаю все что сейчас происходит будет продолжаться и дальше в общем это видео будет такой некая ретроспектива и того что происходило в прошлом у нас касательно карантина и как мы здесь жили как мы его здесь прошли забегу немного назад расскажу с чего примерно все началось это вот волна карантинная началась у нас города шанхае думаю вы все видели видео оттуда жуткие кадры что там происходило как закрыть целый город такой крупный но на самом деле началось это все не только в шанхае другие города это также затронуло по основу то были прибрежные города прибрежные провинции такие города как нинбо провинция джизян где где мы раньше жили все тут все эти вот прибрежные провинции были затронуты карантинами закрытиями ограничениями новые случаи стали резко появляться как грибы после дождя и было решение закрыть было принято решение закрыть эти города и закрыть не просто города, а закрыть районы отдельные в городах. Ну, если быть точным, практически все районы в городах. Что я имею в виду под собой, говоря, закрыть районы какие-то в Китае? Дело в том, что здесь, когда строят какие-то комплексы жилые, их зачастую строят в таком крупном формате, много домов, это прям целые микрорайоны, строят сразу целые микрорайоны. И эти микрорайоны зачастую обносят забором, то есть их делают такими как бы типа частными. Но по факту туда до всех этих приколов с этим вирусом можно было всегда в принципе зайти. Сейчас тоже, где нет случаев, тоже можно зайти, но они все такие закрытые, знаете. И там есть по сути только несколько централизованных входов. Что происходит, когда находятся случаи какие-то вот в каком-то из городов или в каком-то вот одном из таких микрорайонов. Его просто-напросто закрывают. Просто те входы и выходы, которые были ранее доступны, их делают практически недоступными. Туда свозят кучу людей, всяких там охранников, ставят заборчики. И туда, оттуда нельзя выйти и зайти. То есть районы, которые строит Китай, они уже предназначены для того, чтобы можно было их в любой момент просто закрыть по щелчку пальца. Так и происходит, их просто закрывают. Собственно, это было и у нас тоже. Но в нашем случае наш микрорайон был не полностью обнесен забором. И были некоторые места, где можно было пройти. Поэтому в таких местах они устанавливают искусственные заборчики. Вот. А вот в таком формате нас закрыли. То есть раньше здесь был проезд. Теперь тут забор. Пройти нельзя. Так это было вот у нас в районе. То есть все вот эти вот дырки, они заделали такими заборами. И оставили буквально один вход, где, по сути, ну все равно нельзя было выйти и зайти. То есть он просто номинальный был входом. В общем, в нашем небольшом городке было выявлено 30 случаев. И целый город, и все наши районы были закрыты, обнесены, свезли кучу сотрудников. И начался, собственно, двухнедельный карантин, который все были обязаны пройти, высидеть у себя дома, не покидая территорию своего района. И хочу еще упомянуть то, что к подобным событиям мы, скажем так, были немного готовы. Мы не знали, что конкретно будет происходить в Китае в этот период времени, но к чему-то такому жесткому мы готовились, вплоть до различных там блэкаутов и отключений различных систем, свет, как я уже сказал, да, воду, газ. То есть мы подготовились практически к любой ситуации. Вот покажу вам сейчас кадры такого небольшого склада, который мы собрали перед всем тем, что произошло потом. Вот, посмотрите, пожалуйста, вот эти вот кадры. Значит, это небольшой экскурс в прошлое. Я хочу показать вам наш склад, который мы приготовили на случай непредвиденных ситуаций. Сегодня у нас 9 мая, 2022 год, и я хочу сказать, что вот этот вот склад и вот эти вот вещи мы готовили задолго до того, как начались события в Украине и вообще вот эти вот жесткие ковидные ограничения в Китае, а конкретно вот в Шамхае и в других крупных городах. То есть вот эти вот вещи мы готовили заранее, зная о, скажем так, надвигающихся неких угрозах. Мы не знали конкретно, что это будет, но были различные предположения о том, что это может быть внезапный блэкаут, отключение света или там выход из строя каких-то коммуникаций, то есть ситуации, при которых придется сидеть долго дома, вообще любые непредвиденные ситуации. Вот, и сначала покажу вам немножко вещей, которые я взял просто на случай отключения света, если пропадут все коммуникации. Значит, у нас первым делом я взял такую вот солнечную панельку. Я уже ее тестировал. В принципе, довольно хороший девайс. Заряжает даже при неналичии как бы солнца, просто в такой тенек. Тоже происходит зарядка. Просто вот я на балконе ее выкладывал и заряжал вот такие разъемы здесь. Но могу детальнее потом про нее рассказать, про эту панельку. Дальше это что касается батареи. Помимо этого, я себе еще взял только вот фонарик. Вообще найти на самом деле фонарик на батарейках на Таобао достаточно сложно, потому что их немного уже. В основном фонарики все производятся сейчас такие USB-шные, они заряжаются, вот, и в таком формате работают. А вот на батарейках, в принципе, довольно редкий экземпляр, но вот я его нашел. Тут уже вставлены две батарейки, плюс там еще есть две запасные батарейки. Вот, то есть вот эти вот вещи я брал на случай блок-аута, отключения систем и все остальное. На тот момент такой риск был. Он сейчас остается, потому что могут происходить непредвиденные ситуации и непонятно конкретно чего ждать. И поэтому решил подготовиться хоть немножко по всем направлениям, скажем так. Здесь у нас такая вот горелка портативная. она позволяет готовить в случае отключения газа вот такая вот мобильная штука. Распаковать не буду, она вот здесь вот так вот закрыта. Но единственное, что к ней нужны баллончики. Покупаешь баллончики, они здесь недорогие, и можешь, в принципе, готовить на такой вот штуке без проблем. То есть тут у нас часть продуктов есть, которые можно не готовить. Которые можно, в принципе, употребить в сыром виде либо в минимально приготовленном, что называется, добавь воды. Так, например, здесь у нас есть вот мешок зеленой гречки. В принципе, его можно как и готовить, а можно и не готовить. То есть его можно употребить в сыром виде, можно просто, наверное, жалить водой И можно съесть вот эту вот зеленую гречку В таком виде ее тоже можно употреблять Либо добавить ее куда-то в салат То есть даже на такой случай Мы брали эти Хотя в принципе вот эту зеленую гречку мы в Китае берем Просто так на постоянной основе Но как приятный бонус ее тоже можно есть В случае если все пропадет И вообще не будет возможности На чем-то готовить Из таких вещей, которые можно просто солить водой Здесь есть еще у нас Вот мы взяли Семена чия В принципе их тоже Их вообще не нужно готовить Я их солил водой Либо вообще просто в сыром виде употребляешь Ну здесь еще есть такие вот вещи Мы взяли Наталбао Много правда, но что было Вот еще здесь есть у нас тыквенные семечки Здесь у нас Мешок целый риса пасмати Плюс еще один такой же у нас в кухне есть Также у нас есть Такая вещь Это Вот один Сколько здесь Килограмм И вот здесь еще одна такая Это у нас нутовая мука Вот из нее мы тоже делаем различные блюда В основном это такие Нутовые омлеты Мы их употребляем Вот здесь еще у нас есть Вот такая чечевица Плюс вот такая темная Черного сока чечевица Ну здесь у нас есть еще тоже целый мешок Небольшой льна Это тоже продукт, который можно употреблять Как в сыром виде, так и просто залив его водой Это что касается вот продуктов, которые не портятся, долго хранятся Ну на кухне, конечно, есть какие-то продукты А, вот еще, да, забыл Здесь у нас есть две бутылки литровые льняного масла Тоже очень полезная и важная штука Жиры, все дела Вот они у нас здесь А, ну еще здесь у нас есть Здесь у нас есть консервы Значит, это у нас кукуруза И есть немножко танца Вот, то есть вот такой вот примерно склад мы собирали потихоньку, пополняли Вот сейчас его, в принципе, уже используем Потому что мы не выходим никуда Ничего не покупаем пока что Далее, а, вот еще по воде Хотел сказать, мы используем фильтр Значит, вот такого вот фильтра хватает примерно на месяц Воду не кипятим Мы его фильтруем через чайник-фильтр Ну и плюс на случай, если отключают воду У нас есть вот наборная вода Но это не основная, там основная в бане Около 20 литров у нас есть воды Как-то примерно так мы ко всему этому готовились Скажу, что такая подготовка позволила нам Очень просто перенести этот карантин Для нас он тем более не стал неожиданностью какой-то Мы также не летели сломя голову Как все остальные люди в продуктовый магазин Покупать себе кучу продуктов Потому что у нас уже все практически было И плюс нам еще, конечно, повезло В нашем микрорайоне был доступ к маленьким магазинчикам То есть на территории нашего микрорайона Были магазинчики маленькие, продуктовые В которые можно попасть с территории как раз вот нашего района Снаружи можно попасть и прям из территории тоже можно попасть Поэтому они снаружи вход просто закрыли Оставили вход изнутри Вот, и если что-то нам нужно было купить Мы всегда могли пойти это и купить В принципе, в тот период продукты были всегда в наличии Несмотря на то, что вот все люди там всегда все покупали Тем не менее, там все было Значит, а так у нас есть внутри нашего двора Магазины, которые были раньше, работали Можно было зайти изнутри двора и снаружи Вот, но сейчас оставляю только один вход Наружную дверь мы закрыли Туда уйти нельзя Вот только вот магазинчик Вот, овощи, зелень Сейчас у нас около трех часов дня Продукты, в принципе Ну, основное здесь, в принципе, несъедобное Что там все лежит Ну, какие-то вот кукурузы здесь есть Видите, в принципе, что-то Купить можно, в принципе Овощи есть Значит, как же устроен там вот день В таком вот жилом комплексе, который закрыли на карантин Начинается все с того, что вы просыпаетесь Под такой вот монотонный шум Который идет с улицы и не дает вам дальше спать В нашем случае собачка по улицам не бегала роботизированная Этот громкоговоритель просто привязали в шесть утра к дереву И он беспрерывно просто орал все время Что там говорится Говорится, что обязательно спуститесь сейчас Становитесь в очередь Делайте тест Обязательно делайте тест Иначе ваш код здоровья изменится на красный И вообще будет очень плохо Значит, да, что происходит с теми, кто не делает тест Долго сильно объяснять В Китае есть коды QR-коды Они разные могут быть в разных городах В разных провинциях Значит, если вы не делаете тест Он у вас меняется на желтый Потом через время меняется на красный И, соответственно, с красным кодом Вы угроза обществу И к вам домой приедут люди в белых костюмчиках И отвезут вас в прекрасное место Где вы с удовольствием проведете время Значит, вернусь дальше к распорядку дня После того, как вы проснулись Вы должны, скорее всего, пойти и становиться в очередь на тест Поскольку людей очень много живет в этом комплексе Вообще в любом комплексе Всегда есть очередь И вы должны ее стоять Она тянется просто, она бесконечная Вы должны стоять в этой очереди И неважно, какая погода на улице Вот, кстати, ребята стоят на очереди Сделать тест в штормовую, грозовую такую вот погоду Кстати, да, в некоторых местах пошли еще дальше Например, в Пекине или Гонконге Стали уже людям вешать такие вот электронные браслеты Которые отслеживают, где они находятся И таким образом контролируют Чтобы человек находился все время в положенном месте Проходя свой карантин Значит, в нашем случае целую неделю мы беспрерывно делали каждый день тесты Несмотря на то, что за это время не нашли ни одного случая у нас в районе Нам все равно продолжали каждый день делать тесты На вторую неделю тесты стали делать уже реже По-моему, раз в два дня И через две недели это все закончилось Наш район открыли И мы смогли перемещаться по городу Да, кстати, чуть не забыл Нам повезло с продуктовыми магазинами Вот внутри комплекса Но те районы, в которых не было таких магазинов Работала система такая Значит, на семью Разрешалось выйти одному человеку Не более чем на два часа По-моему, раз в три дня И давался специальный талончик Который позволял тебе выйти Поехать куда-то в магазин Там вернуться, купить продукты Да, то есть работает это примерно в таком формате Нам повезло, нам не нужно было никуда ехать И мы могли купить, в принципе, все у нас Можете, кстати, посмотреть, как сейчас примерно выглядит карта случаев по Китаю Вы можете обратить внимание, что раньше Если было мало случаев в каком-то городе Рисовали там все желтым цветом Желтый цвет подразумевал, что да, случаи есть Но, в принципе, ограничения никакие не вводятся Сейчас есть даже места, где есть цифра 0 Но город становится полностью красным цветом Красный цвет подразумевает, что город получает Полного рода ограничения, которые действуют Прямо при угрозе какой-то там жесткой эпидемии Его полностью закрывают Вводят всякие проверки, постоянные тестирования Все такое Ноль случаев, друзья Что такое 0? Ну, я даже не знаю, что это значит в их понятии 0 Может там где-то уже все выздоровели Ничего нет якобы Но все равно светится 0 То есть вот такого формата сейчас карта Большинство городов с минимальным количеством случаев Практически сразу становятся красными И вводятся вот такого рода ограничения моментально И да, еще в тех городах, где вообще нет случаев Ничего не происходит Все равно нужно делать тесты Я не знаю, затронуло ли это все города Буквально недавно читал какую-то статью Где вот об этом говорится, что Неважно, что у вас нет случаев в городе Вы должны все равно идти и делать тесты Ну, якобы наперед Предотвращать появление случаев Вот как-то так На этом я, пожалуй, закончу Такая вот ситуация в Китае на сегодня Наблюдайте Обязательно делайте выводы Подписывайтесь на канал И увидимся в следующих видео